И далее эту тему обсудим с Ильей Несходовским, экономическим экспертом. Илья, здравствуйте. Добрый день. Илья, давайте тогда от последнего будем отталкиваться касательно того, чтобы снизить потолок цен на нефть. А как вы считаете, поможет ли это, учитывая, что помимо того, что был потолок цены на нефть 60 долларов, все равно нефть продавалась выше и свыше даже 80 долларов? Или все-таки усилить соблюдение ограничения цен на нефть? Это то, что тоже предлагают США. Что легче и эффективнее даже вот так? Все-таки важнее, чтобы санкции работали. Потому что если даже вы снижаете до 30, но продолжают европейские судно перевозить нефть с потолком выше, чем 60, как это происходит сейчас, то, извините меня, это не будет работать. То есть самое главное — акцентируют на этом внимание и акцентируют на этом свои усилия. Например, то, что прозвучало, это конфискация активов тех компаний, которые принимают участие в ходе европейских санкций. Я считаю, это очень правильное решение. Например, когда США на данный момент использовала санкции по отношению к этим компаниям, которые не соблюдают потолок цен, то мы видим по цене фракта тех судей, которые перевозят российскую нефть, она сразу летела с 4 миллионов долларов до 7 миллионов долларов. То есть в два раза. И это не предел. Очень многие компании просто отказались. Они прекрасно понимают, что сотрудничество с Россией является для них токсичным. Это потом закончится тем, что просто-напросто другие компании, американские и европейские, просто прекратят с ними работать. А если это звучит в Европарламенте относительно конфискации активов, то ставить под загрозу само существование фирмы, конечно же, непринятно для таких компаний. Поэтому очень важно усиливать давление, чтобы цена на нефть не превышала. Для понимания, один доллар цены нефти — это 2 миллиарда российский бюджет. Мы все должны об этом понимать и об этом помнить. То есть нам очень важно, соответственно, как минимум, чтобы соблюдался 60-ка. Когда вы отработали механизм, этот механизм работает как чайники. Если какая-то компания обходит санкции, помогает обходить санкции к ней, сразу же автоматически какие-то другие способы воздействия, в том числе, может, даже криминального характера, конфликционного характера или санкционного характера, используются, то в этом отношении сразу мы получаем позитивный результат. Если этого нет, то хоть 30, хоть 20, хоть 10. Мы прекрасно понимаем, что не Европа покупает в основном российскую нефть. Это покупает Индия, это покупает Китай, хоть и в меньших объемах, но именно они являются основными покупателями. Поэтому в этом отношении, конечно же, важнее соблюдение. Кроме этого, отмечу другой момент, когда там сказали, что давайте не покупать нефтепродукты, которые производятся и в российской нефти. Это как раз и неправильный подход. Почему? Потому что если ограничить покупление нефтепродуктов, даже если они производятся из российской нефти, на европейский рынок, это приведет к увеличению цены. Если цена достигнет нефти, например, 100 долларов за баррель нефти марки Brent, то это приведет к тому, что просто-напросто Россия может продавать в меньшее количество стран, но с большой маржой. Это будет тем компаниям, которые этим занимаются, очень выгодно. И они полностью будут покрывать свои расходы. Поэтому важно вот этот механизм, очень правильный механизм, который был разработан в конце прошлого года, добиться его полного исполнения. Когда и, соответственно, рынок будет достаточно насыщен нефтепродуктами, цены не будут высоко подниматься, Россия не будет получать эту маржу, но при этом ограничить поставки, ограничить количество покупателей российской нефти. Чем меньшее количество покупателей, соответственно, Россия для того, чтобы покупали у нее, она должна предоставлять все больше скидки. Тут, кстати, даже Индия в последние летние месяцы меньше стала покупать нефти у Российской Федерации и тоже снижается количество покупок и Китаем российской нефти. Но это как бы чуть-чуть другая тема. Хотелось бы вот еще в контексте соблюдения, ограничения соблюдения санкций. США ввели первые санкции в отношении владельцев танкеров, которые перевозят российскую нефть по цене, превышающей верхний предел в 60 долларов за баррель. И, как пишет Reuters, один из них находится в Турции, а другой в Объединенных Арабских Эмиратах. Оба танкера, которые совершали заходы в порты России при транспортировке, пользовались услугами поставщиков из США. Турецкая компания перевозила российскую нефть по цене выше 80 долларов за баррель. Компания-перевозчик, базирующаяся в ОАЭ, транспортировала российскую нефть по цене выше 75 долларов за баррель. Как вы считаете, это капля в море? Или все-таки это сигнал для тех, кто дальше будет продолжать нарушать санкции? Это сигнал, очень важный сигнал, потому что то молчание, которое было со стороны Соединенных Штатов Америки, которое было со стороны Европейского Союза, фактически давало зеленый цвет. То есть мы установили, но у нас нет механизма контроля, и мы не делаем какие-то действия по отношению к таким компаниям, которые нарушают. И дальше это идет как снежный кол. То есть одна компания нарушает, вторая компания нарушает, дальше уже 10 компаний нарушают, потому что они видят, что со стороны тех стран, которые ввели санкции, ничего не делается. Поэтому вот этот шаг, который был осуществлен, и сразу же, я еще раз говорю, цены на фраг, цены на перевозку существенно выросли. Это первый момент. А второй момент. Компании, которые, в том числе гречевские, которые занимались перевозкой российской нефти, они сразу на этом поставили, скажем, крест. Они решили отказаться от перевозки российской нефти, понимая, что может попасть под санкции США, а для них это фактически полностью будет закрытый мировой рынок. Потому что мы видим, что состояние России и экономики, и торговли ухудшается. Это неправильная ставка, если вы будете ставить на то, что вы там потом постоянно будете сотрудничать с Россией. Это не закончится ничем. Поэтому в этом контексте это очень правильный сигнал. Я очень надеюсь, что этот сигнал через какое-то время, особенно в новом компании, которые будут продолжать нарушать американские санкции, еще получат дополнительный пакет такого ограничения. И тогда уже будет поставлена точка в цене, по которой перевозится российская нефть. Поэтому очень хороший и правильный сигнал. И надеюсь, он продолжится. Буквально уточнение. А как выглядят эти санкции на практике? Какие убытки, собственно, этим владельцам танкеров? Вы говорите, что будет закрыт другие порты, никто с ними не захочет дело. Чтобы понимать, может, им сейчас какие-то штрафные санкции заплатили и дальше себе зарабатывают на нефти? Или это как-то по-другому выглядит? Нет. Вас ограничат от мирового рынка. То есть у вас остается только одна возможность торговать российской нефтью. Если у вас нет других каких-то вариантов, вы не можете застраховаться в европейских, американских компаниях. То есть ваше судно должно быть застраховано. Значит, вам ограничат заходы в соответствующие порты, потому что порты требуют страховку, которой можно доверять, а, соответственно, вы уже не можете ее получить, потому что вы под санкцием. Расчеты, которые вы осуществляете, это тоже попадает под санкциями. Это уже фактически вы будете получать или в индийской группе, или китайскими генами, но не американскими долларами, не европейскими евровалютой. То есть таким образом это очень эффективные механизмы. Сразу же компании, которые занимались этим, сделали выводы. Поэтому очень правильно. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. И дальше уже фактически все будут исполнять эти санкции, которые были введены G7. Иначе я задаюсь вопросом для меня лично. Ну, что это за санкции, которые так легко обойти, и вы ничего не делаете, хотя все знают, и все видят, и про это пишут, и показывают, какие судна, в каких объемах абсолютно не реагируют на то, что могут быть какие-то ограничения. Я считаю, такой подход является абсолютно неправильным, только ухудшает состояние. То есть не работает переименование судна, смена владельца, смена документов. Такое не работает. Судно остается судно. Все, оно процент. Хорошо. И вот еще, ну, давно о них говорили, когда же санкции коснутся алмазной отрасли. И вот российские алмазы вскоре перестанут попадать на европейский рынок. Страны Евросоюза решили ввести соответствующие ограничения. Об этом несколько дней назад сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Давайте услышим. Мы обсудили введение Бельгии и рядом других влиятельных стран такой процедуры, чтобы российские бриллианты не поставлялись на рынок Европы. Это удар по прибыли России. Долгожданный шаг станет реальностью. Ну вот, Илья, давно обсуждались, конечно же, санкции касательно алмазной отрасли. Как вы считаете, какие действительно убытки может понести Российская Федерация? Тут еще я напомню, что в мае группа 7, G7, то есть объявила о планах ограничить торговлю алмазами с Россией. Речь шла о прямом запрете на покупки, который должен вступить в силу 1 января 2024 года, а также косвенном запрете, который планируют ввести постепенно. Пока же официальных ограничений в отношении российских алмазов есть еще не вводил, частично из-за сопротивления Бельгии. Но Россия является крупнейшим в мире все-таки производителем алмазов. И торговля драгоценными камнями является важной отраслью и значительным источником доходов Российской Федерации. Их продажи ежегодно приносят Москве 4,7 миллиардов долларов. И если все-таки будут санкции и ограничения в этой отрасли, сколько будет недополучать Российская Федерация в бюджет? Минимум 2 миллиарда долларов – это очень большая сумма, учитывая вообще плачевное состояние российского бюджета. Но тут бы я хотел отметить. Я пока что, скажем вот так, не являюсь очень правильно, что этот шаг делается, но не являюсь оптимистом. Это все-таки алмазы – это бриллианты. Объем маленький. Происхождение не всегда, если оно уже в изделии, определить, что это является каким-то, например, африканским алмазом, это является российским алмазом. Есть определенная с этим проблема. Может быть, поделка соответствующих документов. Поэтому тут очень хорошо, что на этом акцентировалось внимание, и европейский рынок будет постепенно закрываться или закроется для российских алмазов. Но тут возникает другой вопрос. Насколько вот для таких вещей будет возможно все это контролировать? Это не нефть, это не танкер. Это, извините, может быть чемоданчик с алмазами, который будет перевезен самолетом и все. То есть тут очень большие риски. Поэтому очень важно, чтобы те дома, которые торгуют алмазами, они внимательно отслеживали именно происхождение каждого камня, который им будет поступать. Это очень важный элемент, потому что есть огромные сложности в том, чтобы отслеживать этот поток. Да, и 2 миллиарда — это потери российского бюджета, если эти санкции будут работать на все 100%. Но сложность очень высока. Я надеюсь, что не будет так, как это сейчас происходит с нефтью, когда целые танкеры проходят. Все-таки на этом будет акцентировано более серьезные какие-то решения для того, чтобы определить, откуда этот алмаз не попал на европейский рынок. Но все-таки шаг, конечно, можно только приветствовать. Какие еще страны не заинтересованы, чтобы вводили санкции против алмазной отрасли Российской Федерации? Ну, смотрите, во-первых, мы постоянно акцентируем на том, что это драгоценные камни. Но, обращая внимание, очень большое использование в промышленности. Поэтому алмазы — очень важный элемент. Поэтому тут и Германия, в том числе, например, бы не хотела, потому что такие ограничения приведут к изменению стоимости. Соответственно, это еще раз говорю, это не драгоценности, это в промышленности. Поэтому тут европейские страны, которых радуют, и, соответственно, промышленности, которые используют алмазы, они, конечно же, понимают, что такой шаг может привести к увеличению стоимости, а увеличение стоимости, соответственно, может уходить их экономическое состояние. Но еще раз, в этом направлении однозначно надо работать. И вот этот шаг, который будет сделан, это все-таки показывает, что несмотря на те прибыли, огромные прибыли, которые получают бельгийские компании и непосредственно бельгийское правительство, они даже в этом готовы отказать, чтобы помочь Украине. Поэтому я, например, понимая, какие последствия для бельгийского бюджета такое решение принесет, огромная благодарность нашим международным партнерам и огромная благодарность нашей дипломатической команде и президенту за то, что он добивается таких решений, которые достаточно непросты для тех стран, которые зависят от этой отрасли. Итак, чтобы подытоживая работу санкций против Российской Федерации, ну вот, скажем так, на чем она еще зарабатывает, Российская Федерация, и, ну так, в достаточном количестве, и какие уже потери от этих санкций понесла, если, возможно, вы владеете хоть примерными цифрами, вот, чтобы так, для сравнения и понимания? Ну, первый момент, на который бы я хотел обратить внимание относительно последствий санкций, это все-таки состояние бюджета. То, что они сейчас делают, это... Падение доллара и падение рубля, да, по отношению к доллару? Падение рубля однозначно. Почему? Потому что это приводит к тому, что они фактически нет другого покупателя, они продают огромные объемы Индии, Индия сокращает поправки, и она платит Индийской Европе, Индийские европы остаются в Индии, как результат они не могут поступить на рынки России, валютный рынок России, соответственно, ухудшается платежный баланс. Поэтому в этом отношении это очень действенные санкции, это ухудшает в целом состоянии, импортные цены становятся намного выше, по сравнению с тем, что было, и многие россияне уже почувствовали на росте цены топлива. И поездка сейчас в Китай очень часто акцентирует внимание, что это вроде бы как больше для того, чтобы получать оружие. Нет. России нужны деньги. В первую очередь деньги. И, соответственно, она сейчас пошла просить деньги у Китая, взять какой-то займ или взять какой-то кредит, или даже продать какую-то там, что можно продать. Сейчас обговаривается возможность опять увлечения площади Сибири, которые будут переданы китайцам. Это тоже очень такой вероятный. 25 миллиардов тонн, или сколько там, соответственно, уже было принято решение про передачу зерна. И это все вопросы для того, чтобы получать эти деньги. У них проблемы, финансовые проблемы огромные, и это все связано с санкциями. Но, опять же, надо, чтобы эти санкции постоянно контролировались, чтобы был соответствующий результат. Если Россия начинает обходить, вот, например, улучшение состояния ихнего бюджета за последний квартал, это как раз результат того, что они продают нефть по ценам выше, чем, соответственно, указанный этот прайс-кэп, то есть ограничение цены, то есть в размере 60 долларов. Они продают по 70 и по 75 долларов за баррель своей нефти. Поэтому это вызов, с которым мы должны, соответственно, считаться и должны давить на наших партнеров, чтобы они не закрывали глаза на то, что их европейские или американские компании или компания других стран помогает обходить санкции. Поэтому состояние однозначно ухудшается экономики. То, что они показывают небольшой рост, это всё результат того, что они сокращают другие программы по своим бюджетам и направляют всё в военно-промышленный комплекс. И как результат, так как это отражается в статистике, они и могут показать такой небольшой рост, потому что всё-таки влитые миллиарды долларов в экономику, а точнее конкретно военно-промышленный комплекс, он создаёт какой-то спрос и создаёт дополнительную историю, с которой и находит своё отражение. Но дальше потом что? Столков нету, технологий нету, соответственно, это всё просто, правда, спаливается в дочь огневой войны. Поэтому в этом отношении идёт только ухудшение. И я, например, для себя вижу, исходя из тех тенденций и из тех переговоров, что таким ключевым моментом, периодом, когда мы можем ожидать существенного ухудшения, и мы будем это наблюдать, это конец этого года, начало следующего года. Это тогда, когда, несмотря на те правы и бюджеты, которые они составили с огромной доходной частью, которая непонятно откуда возьмётся, мы увидим, какое реальное состояние бюджета за результатами 2023 года и, соответственно, состояние экономики. И напоследок, Илья, хотелось бы, конечно же, и обсудить с вами то, что накануне Европарламент поддержал инициативу, предусматривающую создание Ukraine Facility, нового финансового инструмента в объёме до 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. Вот эти 50 миллиардов, тут оцените, насколько они ощутимы для Европейского в целом союза, и тем более, что они будут и так растянуты на определённые года, период. Но тут, опять-таки, угадайте, какая страна имеет своё мнение, это же Венгрия. Вот пишет Bloomberg, со ссылкой на ознакомленные источники, что Венгрия предложила странам, членам ЕС, разделить пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро и сначала предоставить только половину принятой суммы. Здесь какие уже интересы Венгрии? Ну, Венгрия пытается ухудшить в любом каком-то формате, насколько это возможно. Почему? Потому что как раз разделение этой суммы, это одно голосование, второе голосование, возможно, ещё. То есть, другими словами, это как раз то направление для того, чтобы Украина постоянно была в какой-то зависимости. А вдруг потом ей удастся, например, именно в Азии, Венгрии, убедить другие страны, что, ну, вот видите, не совсем... Провалить голосование, да. Да, провалить голосование, может быть, какие-то другие будут выборы, результаты выборов и так далее. Поэтому они надеются именно на это, чтобы это решение не было принято сейчас, чтобы это решение было принято когда-то ещё. Сейчас мы какую-то небольшую часть, а потом мы ещё какую-то небольшую часть и так далее. Я считаю, этот подход неправильный. Украина должна чётко понимать, что помощь ей, она существенная, она очень существенная. И, учитывая, даже смотря, что это идёт в экономике, это в пять раз больше, чем те инвестиции, которые в среднем мы раньше получали. Это, соответственно, есть возможность восстановления, это возможность создать рабочие места, это возможность, соответственно, людей вернуть в Украину, потому что будет работа, будет и, соответственно, жильё, будет и социальная инфраструктура. Поэтому это деньги очень важны. Кроме этого, мы помним, что не только это общая сумма, которая выделяется, но и отдельные страны готовы. И сейчас мы видим, например, решение Бельгии относительно той суммы, которую она собирается перечислить Украины как налоги за использование российских активов, замороженных активов, то это очень, хотя бы, ну, я понимаю, что это ещё не передача активов, но это очень правильный ход. Я надеюсь, что и все другие страны, по примеру, Бельгии, будут принимать такое решение и передавать Украине проценты, которые они получают за российские активы, и налоги, которые они получают за российские активы. Таким образом, вот эта сумма, это будет базисная сумма, которая гарантированно получаем, и в общей сложности, я думаю, что она может быть увеличена минимум вдвое. Это даже без конфискации российских активов. Спасибо вам, Илья, будем на это надеяться. Действительно, если первопроходцем уже была Бельгия, то есть вероятность, что и другие страны также будут поступать. Илья Нисходовский, экономический эксперт, был с нами на связи, обсуждали санкции против Российской Федерации, и то, как Европейский Союз будет поддерживать Украину в дальнейшем, в следующие годы. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин